Чужих детей не бывает. Трагедия в Татарстане потрясла всю Россию. В Ненецком округе зажгли свечи в память погибших в гимназии номер 175 в Казани. На центральную площадь Марацей жители региона несут цветы, свечи и мягкие игрушки. Напомню, во вторник 19-летний бывший студент колледжа устроил стрельбу в казанской школе номер 175. По данным власти Татарстана, семь детей и двое взрослых погибли, еще 23 человека ранены. Двое школьников находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве. Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы. Мы от лица Ненецкого автономного округа, от наших жителей, конечно, скорбим вместе с ними, потому что и радости, и беды мы должны переживать вместе. И, конечно, это страшный повод для того, чтобы мы еще раз вспомнили о том, кто мы есть. И, конечно, мы скорбим вместе, особенно с близкими, ну и со всеми жителями города Казани и Татарстана, потому что чужих детей, чужих более не бывает. Жители региона с вечера 11 мая несут цветы, свечи, мягкие игрушки, воздушные шары к стихийному мемориалу, организованному возле Дворца культуры Арктика. У нас был организован такой своеобразный мемориал. Мы разместили свечу памяти на фасаде ДК Арктика, организовали свечу памяти, и призываем жителей Ненецкого автономного округа прийти почтить память утраты детей. Российский Красный Крест выступил с инициативой об открытии счета для пожертвований совместно со Сбербанком. Получателем средств является общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест». Сейчас на своих экранах вы видите реквизиты для перечисления средств на помощь пострадавшим в школе номер 175 города Казань. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Ненецкий округ скорбит вместе с вами. Это ужасно, это страшно. В мирное время такие теракты случаются. Ну, куда молодежь наша катится, одним словом. То есть, опять же, безопасность, которая в школах. И то есть, мне будет, например, страшно отпустить ребенка. Просто даже представить, что он пойдет в такую школу. Тяжело это очень сильно знать, что в мирное время погибают дети. Дети неповинные, дети погибают. За что? Почему? Вы знаете, этого не понять. Этого понять невозможно. Это какой-то нонсенс. Это непонятно. Вчера только, позавчера была победа. Победы. Сегодня такая трагедия после того, как все случилось. Это просто очень сильно тяжело. И пережить, и понять этого невозможно. Но это вот эти новости, они так страшно бьют по-живому. Тем более, когда речь о детях идет. Это просто невозможно передать словами. Не дай бог никому это пережить. И огромное соболезнование родителям, учителям, всем тем близким, кто знал этих погибших. И я искренне надеюсь, что такие трагедии больше не повторятся. Потому что мы сами в Нарин-Маре это пережили. И, к сожалению, постоянно страну раз в год нас отрисают такие вещи.